Победы 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 минуту читаем коллективно ваши книги. Томик Пушкин, это у нас настольная книга, но на столе ее редко увидишь, она с рук почти не сходит. Каждый находит в ней себе интересное занятие. Новописанные книги успел почитать только я, но их уже начали читать по вечерам до отбоя. Божова шкатулка, интереснейшая книга. В этих сказах не только отражена каторжная жизнь и быт старого Урала, но в ней, как в зеркале, выглядит новый, мощный, современный Урал. Михаил, 1 января 45-го года. Привет с фронта. Ну вот у нас уже постоянный адресат. 50 ноября 44-го. Обстановка, которая была в момент вручения, самая напряженная. Все мы находились на переднем крае и должны были в этой партии. Артиллерийская именометность стрельба со стороны противника была настолько большая, что голову нельзя было поднять из щелей. Я только спросила, книги прислали? Да, ответил Морозов. На том окончили свой разговор. Меня все бойцы мои попросили, чтобы на другой же день написал на коллектив вашей библиотеки письмо от нашего подразделения. Но видно такое уж наше общее счастье. 6 октября утром я и еще один боец были ранены мемой, которая разорвалась на вершине сосны, к которой я только что пришел. Осколок попал в правую руку. Теперь вы понимаете, почему в этом письме такие каракули. Мне очень трудно писать, но я пишу в силу необходимости, чувствую за собой долг за ваше внимание и помощь, которую оказали нам. Дело в том, что с 1943 по 1947 год за вот эту переписку, за комплектование этой роли отвечала конкретная женщина, Главдия Иванова Скобелина. Но так случилось, что в 1941 году погиб ее муж. И в принципе мы знаем такую очень даже интересную историю, что с одним из тех людей, с которыми она переписывалась, навязался даже большой человеческий роман. И нам приятно об этом вспоминать, что был не только фронт, не только война, не только жестокие бои, но была и любовь. Расскажу еще про случай, как ваши письма были напечатаны в нашей фронтовой газете. После артнолета противник стал методически вести огонь по нашему расположению. Я скачала в одну из лечей, в которой уже сидело два человека. После нескольких минут разговора я узнаю, что один из них, военный корреспондент нашей фронтовой газеты, пришел на передний край с тем, чтобы написать статью о боях в этом районе. Короткий срок, он успевает меня расспросить о многом. Получаете ли письма из пилот, вдруг спросил он у меня. Я ему ответил, смотрел на пешку головы. Тогда расскажите, что вам пишут хорошему. Я уже был замят делом, а он надоедриво достает со своими расспросами. Когда я вынул из полевой сумки все ваши письма, и куда он ему. Он внимательно прочел, достал блокнот и стал выписывать из письма для себя. Через неделю все учитали, послала скобелью, организовала несколько посылок художественной литературы, и было вам принаметчиком. Ниже печатали ангелометники из ваших 37-40 лет. О нашей фронтовой жизни писать не буду. Она проходит обыкновенно, как и у всех фронтовиков. Продвигаемся дальше, все вглубь Германии. Проходили много городов, сел, с коих осталось пустым. Все разбито, разрушено войной. Населения нет, ушло со своей армии, бросив все награбленное за время войны имущество. Ходят безпризорные коровы, свиньи, стада овец и так далее. Никому не нужны. Эта война немцам будет стоять в глазах тысячелетия. Никогда они не восстановят разрушенного. Это не в социалистическом строе, где идет война и разум строительства на полный ход. И пока война закончится, много будет восстановлено разрушенного. Вот пишу вам это письмо, а кругом идет ожесточетный бой, артиллерийский бой. Фашисты ведут по нам огонь, но мы в долгу не остаемся. Этот листок бумаги пропитан парковыми газами, от разрывов снарядов и мин. Но он для нас дорог, потому что вам расскажет правду о нас. За вашу заботу о нас мы не находим слов, как выразить свою признательность. Как лучше ответить за вашу заботу? Наш Гена Сидоров уничтожил 12 фашистов сегодня. А наводчик Фомушкин подавил две немецкие пушки своим огнем. Но это только начало сегодняшнего дня. Спасибо. Мы прочитали отрывки из писем «Пелинку с фронта», с электронного издания. Мы бились вместе с книгами. С ними же и умирали. А я передаю слово журналистам, которые будут читать дневники воспоминания мемуаров фронтовиков дальше. Добрый вечер всем, кто присоединяется сейчас к нам. Приветствую всех, кто сейчас заходит в библиотеку. Можете оставаться на нашей площадке. До 7 часов вечера мы читаем письма «Победы». Меня зовут Светлана Пулмачева. Я администратор проекта, который стартовал в прошлом году в библиотеке Белинского. Мы втянулись в это дело, читать вслух то, что считаем важным для себя. И сегодня будут звучать те строки, которые мы выбирали, руководствуясь своим сердцем и своим пониманием того, каковы они, эти самые письма «Победы». Это не парадная история, не какие-то отрывки из учебников. Это то, что пережили наши близкие и то, что мы сегодня сами переживаем. Я хотела показать вам то, что хранится в архиве моей семьи. Это дневник моей бабушки Елены Александровой Беловой-Толмачевой. Она в 1941 году заканчивала школу. Дневник она вела с 10-го по классу, с 40-го года по 43-й. Почему бросила в 43-м уже не спросить? Но какие-то фрагменты, которые я смогла разобрать, а это все написано вот таким бисерным почерком, исчезающими чернилами, нереально исчезает, потому что дневник старый и просто убеджает. Что-то разобрали и что-то почитали. Она жила в Губахе, и то, что происходило, проходило через ее 17-летнюю жизнь такими строками, смешанными с домашними делами, с желанием пойти на фронт, с желанием пойти выучиться на авиатора. Но пошла в результате учиться на геодезиста-картографа, потому что эвакуировали в ВУЗ, и ей было проще туда поступить. И она всю войну, она мне рассказывала потом, что она рвалась, вот как-то пригодится своей родине, но жила в Губахе до конца войны, и уже потом много мне рассказывала о том, как они этот период переживали. 22 июня 1941 год. Сегодня в 2 часа 30 минут по радио получили известие о нападении немецких псов на Советский Союз. Я была вне себя. Весь день только что и говорили о войне. 23 июня 1941 года. Ходила к Вере, и вместе с ней ходили к другой Вере. А так как ее дома не было, то мы отправились к Оле. Там в окне увидели их всех и зашли к ним. Здесь тоже разговаривали о войне, говорили о добровольном уходе на фронт. 24 июня 1941 год. Стиралась с мамой, а потом пошли с Олей в кино заключенные. 26 июня 1941 года. Утром с бабушкой стряпали пироги, потом пошли в магазин. Оттуда зашли к тете Уле, вечером ходили в клуб на занятия. Занимаемся как в школе. После 45 минут, 10-минутный перерыв, потом еще час занятий и домой. 25 наших истребителей сбили 76 немецких самолетов. 17 советских самолетов не вернулись на свои базы. 27 июня 1941 год. Пришла тетя Уля и принесла платье, которое она мне сшила. Затем сели учить историю ВКПП. Пришло письмо от Веры. Вечером ходила в клуб на военные занятия. 5 июля 1941 год. Встала в 11 часов утра. Мыла пол. Выучила по истории ВКПП и отдыхаю. В 7 вечера снова надо идти на занятия в клуб. Сегодня вступила в ОСАВИАХИМ. 6 июля 1941. Сегодня ходила в поход на 10 километров. Были выделены разведчики, связисты. Практиковались в наступлении танков, нападении самолетов и газы. Поход прошел весело. Придя из похода, пошла купаться, а потом вкинула на счерца. 30 июля 1941 года. Утром ходила в УЗО. Провела беседу на тему Великая Отечественная война советского народа. Ребята вели себя прилично. Задавали деловые вопросы. После беседы зашла в канцелярию к политвуку Головкину. А потом побеседовала с Олей и пошла домой. Ходила с папой, Зоей и Кутией за вениками. 4 августа 1941 года. Посмотрела справочник для поступающих в УЗССР. Выбрала себе специальность инженера-кораблестроителя. Получила письмо от Веры. 26 августа 1941 года. Сегодня по радио сообщили, что 25-го шли бои с фашистами на всем фронте. Наши войска сдали Новгород. Я сейчас ничего не читаю. Взяла книгу Фауст Гёте, но читать не хочется. 30 августа 1941 года. В 10 часов ко мне пришла Вера. И мы с ней пошли в школу. Из школы зашла в фотографию. А потом домой пообедала. И зашла проверять анкету на получение продуктовых карточек. Ходила к Зое и с Лидой гуляли по губахе. 4 марта 1942 года. Отнесли месячные отчеты в ГК Волк-СМ и пошли в школу. После занятий остались на хоровой кружок, а потом стреляла из винтовки и танцевала. 27 декабря 1942 года. Хорошая сводка сегодняшних известий. Наши части в районе Среднего Дона прорываются на запад. В итоге наши 26 декабря продвинулись на 25-30 километров. Освободили несколько десятков населенных пунктов, в том числе в районе Запорожья. Встала в 10 часов, позавтракала щей и надо заниматься. Сегодня 2 года моего пребывания в Комсомоле. 17 марта 1943 года. Заканчивается дневник. Получила перевод из дома на 200 рублей. Прочитала книгу Юрия Зюз. Какие же все-таки бывают люди. Я не могу себя одержать в обществе надлежащим образом. Я кружусь в водовороте жизни. Вот эти свидетельства людей, которые жили в то время и пытались сделать так, чтобы война не была для них чужим делом. И каким-то образом продолжать жить так, чтобы потом было не стыдно об этом писать дневники. Вот это то, ради чего мы сегодня здесь собрались и читаем эти строки. Сейчас я передаю слово журналисту Ане Котовой. У нас нет лучших журналистов. У нас все, кто когда-то учился и работал по профессии журналисты. Пожалуйста, надо представлять, кто будет читать. Добрый вечер. Письмо моему родину Владимиру Кисель. Почитайте, я с Женем очень волную, что дочитаю здесь небольшую. Спасибо. Письмо Кисель Владимира Михайловича. Кисель Ани Николаевна. 28 апреля 1943 года. Действующий журналист. Милая моя мама и дети, на целый ряд моих писем нет ответа. И это так удрочает меня, что готов к помолчей быть. Нет слов, какими бы я мог выразить то состояние, в котором я нахожусь. Куда бы я ни шел, что бы ни делал, все одно и одно было. А как там, мои дорогие? Что только не передумалось, что только не перечувствовалось за эти долгие дни, Как прорывались у нас спеи. Где бы я ни был, на передовой ли, в тылу ли, в бою или на отдыхе, Все мои мысли устремлены к вам, мои дорогие. В жестокую стужу и метель пробиваясь вперед, я видел вас, мои милые. Я чувствовала, что иду к вам, и это придавало мне силы. Я простой рядовой солдат, но все свои силы я отдаю за вас, мои родные. Милая мамочка, каждый день, каждую минуту, ты стоишь передо мной и почти физически ощущаешь твою близость. Доченьки родные мои, крошки, ваш папка сильно-сильно соскучился по вас. Вашему папке хочется хотя бы раз еще раз услышать ваши голоса, посмотреть в ваши глазки. Цены мы уже возбужали, но не часто представляетесь крепко на подружеках, верными помощниками мамы. Вопреки всем законам войны, я вообще еще жив и здоров. Ни мина, ни пуля меня не берет. Здоровье, хотя и не совсем хорошее, но все еще достаточно. Одно минутное – это отсутствие известия у вас. Пишите, дорогие мои, пишите все, что вам пришлось пережить в проклятом, ненавистном плену. Норопитесь, так как счастье может не изменить, и я не успею ничего узнать. Предстоят тяжелые бои, а я ведь солдат, и мой долг быть там, где надо быть бойцом. До свидания, родные. Целую крепко-крепко вашим папкам. В случае, как меня долго не будет писем, запросите обо мне 1476. Полевая часть, почта 80. Морозов Василий Дмитриевич, он будет знать. Очень личные строки читаются сегодня, поэтому некоторым нужна моральная поддержка в этом непростом деле. Нам остается только помнить, читать и вновь переживать то, что происходило с нашими разными и близкими 70 лет назад. Добрый вечер. Я хочу поделиться вспоминаниями своего деда-брандовика, Пахова Геннадия Петровича. Записи эти были сделаны уже в конце 90-х, в начале 2000-х. Я был здесь встречая армия с самого начала войны, по апреле 1943. Хочу рассказать об одной боевой операции в Баженском ТВ, участникам которой не довела их войсовщик. О немском налете в ТВ фашистов, вызвавшем раздражение вставки Гетлера. Страна узнала из сводки с Овзором Бюро 30 ноября 1941 года. В ней говорилось, что 24 ноября был подробно штаб войскового соединения, перебито около 600 немцев, в том числе много офицеров. Уничтожен склад с горючей. Более 100 грузовых автомашин, 4 танков, босс боеприпасов. Без соображений конспирации в сводке Соломского бюро не были названы места налета и фамилии командира. Больше эти сведения стали открытыми. Нападение было совершено на штаб 12-го армейского мотострелкового корпуса немцев, размещавшийся в районном центре Угодский завод, когда Московский, а ныне Калужская область. Только вот на 1997 году я узнал, что в наш батальон сходил в состав секретно-диверсионно-разведывательной стрелы части 99-90. В субтитре 1939 года, будучи первокурсником Ленинградского института, я был призван на действительную военную службу и оказался в Жерском авиагарнизоне. После обучения стал младшим сержантом подразделения аэродромов обслуживания. Наши самолеты с первых дней мы выполняли боевые полеты. В большинстве, в очередь, многократно бомбили. В октябре 1941-го при подходе наступавших вражеских войск наша часть к приказу командования выкуривалась в город Нагинск, Московская область. Через несколько дней было одобрано действие добровольцев, батальон особого назначения Западного фронта, на действиях вот и ламп противников. Я был в числе злигру. После нескольких часов езды на грузовике нас высадили в хорошо ухоженном, красивом лесопарке возле какого-то плана. Любопытно раскрыли незапертою дверь и увидели массу роскошных елочных украшений. Они лежали сплошным слоем метровой толщины. Подобного никто из нас видит не приходилось. Мы попали в район правительственных дач, расположенных по Можайскому шоссе недалеко от Москвы. Хозяин на даче в связи со стремительным продвижением немецких войск в Москве спешно эвакуировал. Место служивца мне довелось жить на даче Хулериха, Борького и Жданова. Не было никакой охраны. Остались мебель, посуда, личные библиотеки. Здесь я впервые видал пылесос, поиграл на отличных бильярдах, посмотрел великолепные дорогие книги. Сначала мы жили на даче Хулериха, затем перешли на дачу Жданова, которая была более вместительной и жизнеобеспеченной. В неделю занимались специальной подготовкой к походу. Затем у нас изъяли личные вещи, по карточке родных, письма, приказались пороть все знаки отличия. Был выдан 10-дневный поёк и вооружение. Через 5-6 дней в каждой территории возвратились наши товарищи. По их рассказам, они уничтожили колонну Бензового, совершили несколько мелких диверсий. Потеряли двух человек в бою. Ещё двое были ранены и поживые. У нас была такая же проблема. В подобных условиях на морозе, при потере крови, при возможности госпитализации, такой успех, к сожалению, не вернулся. У вас было 1,53. В глубокой ночи мы перешли замёрзшую нару, и сзади двинулись во вражеские дыры. Вместе с партизанами, как я упоминал, мы сейчас не рассказали, наш объединённый отряд рассчитывал около 300 человек. Длиния фронта на этом участке не была страшной, поэтому удалось принести человеку с курицей. У прямой до Горского завода было 30 километров. Но стараясь предельное население обнаружить, скрываясь в лесах, мы соделали путь в 3-4 раза больше. На настоящая зима. Земли по правам земли. В наше обмонтирование шинели в аквиле куртки, чтобы и дырят. С темного пребывания, наоборот, в воздухе. Многим простудили всегда, губы распухли и потряснули. Девчонки, стыдно, так же вы деньги. В старшем из темноте в веками деревьев. Не реши костры для ваку, но в утра закачает, когда я еду на разу сушки в этот днём. В темноте больше риска будет обнаружено. В походе мне пришлось познать, что такое солдатская ложка. Стоили бы потерял, либо украли. И каждый раз приходилось ждать, когда поедят другие. Униженый просим, чтобы доедать остатки оставшей каши. А после налёта двумя бойцами я заказал в снизу, ведь при нашей земле было тихо, как ты нечем, умершего от раны товарища. За голенищем у него, как право лошадь, было сильное искушение яхтей. Я держался, вышековый гомародёр. Утем они однократно сближались с врагами, но во имя главной цели в себя не обнаружили. Освещая ночной лес фары, какие-то рекомендаются машины. Через 4-5 суток, точно не помню, пришли к навеченной стоянке в нескольких километрах от Гоготского завода. Была проведена разведка. И в ночь на 24 октября, поставив шинели и лечнички в лагере, отряд двигался в боевой поход. Предварительно был разбит на 8 групп, каждый свой объект для нападения. Группа, в которой оказался я, была самой многочисленной, 45 человек. Командовал ею комиссаров ряда старших политрук-липших. В группе предстояло разгромить 4 корпуса больниц, в которых обречалась гестап. К этому моменту у меня остался только неподназновенный шоколад. Полагая, что могу быть убитым и не желая, чтобы плитка досталась фуршистой, я шёл и только за Дольфи с наслаждением её ел. Чтобы различить своих ночной темени, все участники операции на шапке в правом рутове имели белые повязки из широкого динза. Кроме того, был установлен пароль «Родина» и отзыв «Осквал». Начало налёта всех групп в 2 часа ночи для сигнала зелёных ракет. Время конструктирования задавался вопрос. При бросании гранат в окна могут пострадать наши, русские, мирное население. К сожалению, эти потери неизбежны. Таково было разъяснение командования отряда. Шесть групп шли в посёлок напрямую, седьмая — усадьба с обхоза в стороне. Нашей был назначен на более длинный окружной путь леса, чтобы попасть в противоположной стороне посёлка. Ввели группу два местных партизан. Выбирая дорогу в начинной темноте, они отклонились от заданного божонца. Поэтому, когда в небо взвелись зелёные ракеты и загремело «Ура!», мы ещё не достигли намеченной ворубежатной атаки. Побежали на шум. Пришло какое-то время. Выскочив на пушку леса, увидели, что нападение уже идёт полным ходом. Былают пожары, раздаются частые взрывы. Из горящего склада боеприпасов контанирует фейерверк трассирующих пули снарядов. Перед нами голая снежная боль, освещенная заря. Наши тёмные фигуры на белом фоне хорошо видны. Немцы открыли массированное окно. Все бросились на землю и ползли в лес. Потерь неоплежит. Командир группы, посовещавшись с помощником, объявил, что мы опоздали. Вместо изотвестности потеря, а так как причина на неуспех, то будем возвращаться в лагерь. Я, как вероятные другие, шёл с двойства от ощущения. Доставила от бездействия неловкость перед товарищами из других групп. С другой стороны, радость, что остался жив. Три часа, как намечалось, бой был отрядом прекращён, в группе боролица и сходных групп. Все, кроме наших, действовали успешно. Наши потери составили 18 убитых и 8 раненых. В том, что от многих пожаров страдало мирное население, сомнений нет. По возвращении на свою территорию командир нашей группы Левшицы, как комиссар эффективно действующего взряда, был награждён орденом Ленина. Через несколько лет по окончании войны партизанский совет ветеранов обвинил его в трусах. Я не считаю высокую награду Левшицы заслуженной, но сомневаясь о справедливости партизанского отменения. В сложившихся условиях атака была бы гибелью. Падение Новгородский завод одна из первых крупных партизанских операций времён Отечественной войны. Несмотря на досадные потери, Лев был значительным успехом и сорвал ближайшие планы наступления на Москву крупного соединения фашистских захватчиков. Вмангующий двухопутными войсками гитлеровской армии генерал-фидмашел фон Браутич в инструкции по борьбе с партизанами привёл в качестве примера их эффективных действий годско-заводской операции. С тех пор прошло более 60 лет. На дни эпизоды врезались в память, другие, возможно, третий забылись, иные вдруг неожиданно всплываются с нами. В своём рассказе я старался быть беспристрастным. Наряду с основными этапами рейда сообщил о фактах менее существенных, но мне кажется, и любопытных, более глубоко характеризующих обстановках. Мне тогда было 20 лет. После похода появились первые сетки. Всего в 10 тысячах я находился год и 9 месяцев. Сначала сято. Многократно был под бомбёжками обстрелом, хоронил погибших, перевязывал раненых. В сентябре 42-го наше подразделение забывало передний край оборота. Позиция немцев 250-300 метров. В утреннем тумане, считая, что противника не видим, я вырезал из рукопа и начал попать землю. В момент, когда он закрепился, смалось от твердой лопатой и раздался быстро снарьком. Пуля прошла по мягким тканям спины. Поднисьем к дарению позже было до новых годов. Как-то прочел, что из 100 человек моего в 1921 году возрождение после войны осталось не повезло. Спасибо. В этом случае хочу всем людям сказать спасибо всем тем, кто был там, всем людям, которые совершили этот великий подвиг. Во имя будущего поколения, во имя нас с вами. Спасибо. Я вновь приветствую тех, кто сейчас присоединяется к нашей площадке, журналисты читают Письма Победы. Продолжается Библия ночь и продолжаются наши чтения. Еще полчаса мы будем делиться с вами воспоминаниями своих семей, будем общаться. Можете оставаться вместе с нами все это время, а вы будете слушать Письма Победы. Я передаю слово Евгению Минулину, журналисту УСАУ, и вместе с ним выходит Лена Якубовская, и они представят этот вывод, который сейчас прозвучит. В ноябре прошлого года я случайно узнала, что в нашем городе существовала Средневековная училища. И так случилось, что за долгие годы мы просто про него забыли, потому что на их базу в 1947 году приехал Екатеринбургское, ну теперь уже Екатеринбургское Суворовское училище, и в общем-то понятно. Но эта история стала для меня почему-то очень глубоко личной, и я стараюсь поделиться этой историей со всеми. Тем более, то письмо, которое мы сейчас прочитаем, оно было написано практически сразу, с первых действий в 1941 году курсантом, нет, уже выпускником, лейтенантом Вениамином Малининым, который жил вот по такой счастливой или несчастливой случайности, здесь неподалеку, угол Красноармейская, Энгельсо, адрес Красноармейская, 37. Дело в том, что Вениамин был выпускником того самого, ну скажем так, самого смертельного выпуска, это апрель, май 1941 года, 824 выпускника приказом, военных приказом были вытащены из училища, они поехали все к своим местам дислокации и понятно, что они первые вступили в бой. Вот там на плазме есть только четыре, три портреты этих погибших ребят и выпускник 1942 года Маркс Алфьеров, это старший брат Жареса Владимировича Алфьерова. У нас выходит первая книжка, мы будем продолжать эту тему, разрабатывать и до сих пор, в общем-то, наверное, есть определенный долг у Свердловчана Екатерина Горшицы перед этим приходным училищем, и в частности перед капитаном Черкасовым, который по нелепой случайности и так случилось. Он имеет захоронение, но оно находится на садовом участке одного человека. Спасибо огромное этому человеку, он бережет это захоронение, но, наверное, все-таки на садовом участке тяжело жить в захоронении. И четыре кода в интернете ищут родственников капитана Черкасова и не могут найти. Если мы с вами вдруг найдем родственников капитана Черкасова и сможем его перезахоронить, то это будет здорово. А сейчас Женя прочитает письмо Вениамина Минулина, Вениамина Малинина, которое было написано в августе-сентябре 41-го года, когда он находился еще в Макеевке, а 22-го сентября 41-го года в Макеевку вошли в тот самый Донбасс. Женя, вам слава. Идите по другим родственникам я их не буду читать. Здравствуйте, дорогие родители. Дело в том, что 8-го, 9-го числа сего месяца во время наступления ночью я был вторично ранен осколками гранаты. Но ранение снова легкое. Но на сей раз не оставили в строю и направили в госпиталь. Сейчас нахожусь в центре Донбасса, город Макеевка. Скоро, думаю, снова отправляться на фронт. Много за два месяца довелось перебить немцев. Думаю, что еще не меньше набьют. Работаю еще с мирного времени на должности командира роты. За здоровье мое не беспокойтесь, уже окончательно выздоравливаю. Остаюсь жив, здоров, крепко целую ваш сын, Вена. Мой адрес Украинская СС, Сталинградская область, город Макеевка. Пять, почтовый ящик 65. Да, посылают 300 рублей. В конце такая приписка. А вот почтовая карточка от декабря 42-го года. А большая часть этой карточки, примерно две трети, тоже занимает вопросы к родным. Но есть здесь и такие слова. Теперь мы погнали врага на запад. Я очень доволен, что мне довелось участвовать в первом прорыве обороны немцев на нашем участке. Теперь мы погоним и погоним врага. Пишите чаще. Всем родным, знакомым передавайте привет. И вот еще одна карточка, точнее, это уже такое письмо от 43-го года. Фронтовое письмо. Я вам покажу. Это оригинал этого письма. Также две трети занимают слова к родным. Ну, в общем-то, просто вопросы, как тот, как этот, и коротко о себе. По-прежнему здоров и бодрых. Проглажают драться с врагом, так как завещали мне вы. Я получил орден красной звезды. Он обязывает меня укрепить силу ударов по врагу. И я это сделаю. Пишите чаще. Передавайте приветы всем родным и знакомым. Крепко соберет. Вот так и мы будем. Продолжаем наше чтение. За моей спиной находится экран, где вы видите фотографии тех людей, о которых мы сегодня упоминаем. Среди них семья Инна Барташ, Инна журналист, которая сейчас продолжит наше чтение и все расскажет о своих родных. Здравствуйте. У меня воевали два дедушка и бабушка. И я хочу зачитать вам те три письма, которые сохранились от бабушки войны. 9 апреля 45-го года. Я сейчас в медсанбате. Вот где почувствовала себя на месте. Это не то, чтобы быть изгощиками от медицины, когда на нашей местности лежит главным образом эвакуация раненых. А насчет неквалификации, так это прошло. Я сейчас уже не унываю. Думаю, после войны наверстаю все забытое. Люди теряют больше, чем квалификацию. Ты, папочка, неправильно меня понимаешь, если считаешь, что мне не нравится черновая работа. Я никогда в жизни не мечтала о карьере и больших постах. Я бы только хотела быть хорошим рядовым врачом. Люди, окружающие меня, мне кажутся чужими. Здесь каждый заботится о себе. Я подружилась с одной девушкой фельдшером. Еще здесь один врач, он тоже в 44-м году кончил институт. Вот мы трое и дружно. Я ему многим обязана. Когда я только приехала в бригаду, он водил меня в бригадную жизнь и сглаживал все шероховатости. Здесь смотрят на женщину, как на что-то низшее, и всех судят одинаково. Это очень обидно. Но я не сдаю позиции и не собираюсь выбирать пути наименьшее сопротивление. Многие порядки, взгляды мне здесь кажутся странными. Они очень грубые и неэстетичные. От цинизма такого я вообще никогда не встречала. Все удивляются, что я до сих пор не ругаюсь и не буду. Но война ничего не поделаешь. Люди находятся в грубых, ненормальных условиях и сами загрубили. Да и я сама пробовала в 4 года. На фронте такая была бы. За это время я посмотрела Польшу, Германию, привыкла к этим маленьким домикам, громадным деревянным провалам, кафельным печкам. Но к которым намберинам и подачкам никак не могу привыкнуть. Сейчас я сижу в уютной комнатке за столом, покрытым белоснежной спатью. На ритке рассеевая лампа, в углу пробаднейшее зеркало. На стенах висят картину духовного содержания, у окна агроматная звуклекса масса вон. На сне висят часы с очень чистым неродичным боем, но без стрелок. Но когда вспоминаешь обыкновение боя, когда переслуживаются бьют распороченные раны, когда у наёжа гибели законы с ней, с которыми разговаривала и делилась последним совсем недавно. Когда у наёжа ещё слышится голос, просисящий спасти жизнь, хочется всё отдать. Сейчас вы не хотите на курицах, чтобы не видеть этих прямолевых улиц, красных и отличных домиков и снова хочется попасть на прау к себе домой. Я деньги, которые вы мне давали на дорогу берегу в калисмаре. 28 мая 1945 года, Прага. Последний день войны я ознаменовала тем, что искупалась с одним парнем в грязном ручейке. Я того страдала мало, а вот мой элит удержал меня, но промок узнаватель. А потом сидели, мучили и смотрели, что будет недалёс как и в грязном, а может быть и в грязном. В счастье вы и в грязном. Я как в прошлой день вы знаете, что с девушкой война кончилась. Она в такой репут заставляет и каждую минуту мы прошли в покушение. Вот как доставляется вся жажда жизни. Спасибо. Доброго вечера всем, кто сейчас заходит в 3-й день Белинского. Я принимаю участие «Библия ночи». Это площадка «Журалисты читают письма Победы». Продолжаем наше чтение. Я приглашаю к этому микрофону Наталью Подкорыкову, одного из лучших журналистов, пишущих о культуре. И сейчас она расскажет нам о том, что прочитает. «Библия ночи, гостя, гостя» «Библия ночи, гостя» Добрый вечер. Я хочу прочитать письма воспоминания и сестер. И сестер, которые работали в Толу, которые были здесь, которые спустя 5 лет по-прежнему тяжело и суши вспоминали те годы, которые назывались война. Построили нас по 7 человек в ряд И пошли мы по улице Челесовцы в сторону вокзала И сердце отмерло, на фронт А мы даже дома не попрощались, ничего не сказали Перед мостом останавливают, отсчитывают 14 человек Перед нами школа, мы остаемся здесь От сердца отлегло Но где было лучше, на фронте или в тылу, непонятно Начальник госпиталя провела с нами беседу и перевела на казарменное положение Мы приступили к организации госпиталя Убирали школьные доски, парты, терли стены, утепляли окна, убили полы Оснащен госпиталь был очень примитивно Кровати не хватало, сколачивали топчины Матрасы набивали соломой, а подушки ватой В операционной стоял половина Шкафы биты в беда Куда складывали лед, и там хранилась кровь для внимания Посуда считалась дефицитом В чашке ложки на вес золота Весь кард постепенно копился, понемногу бы налаживался Все это делалось для того, чтобы жизнь в госпитале была хоть немного теплее, чем на фронте Очень помогали горожане Внести в госпитале все посуду, все белье, все мебель, все комнатные цветы Обычно по утрам приходили эшелоны с ранеными Больных насилочных доставляли на лошадях В сам пропускниках делали полную обработку Снимали гипсы, мыли Люди приезжали грязные Ехали целый месяц в жаре, завшивленные, раны открытые В них часто шевелились черви Иногда мы падали в обморок Но рану обрабатывали, накладывали стерильную повязку Раненые сутки не спали Будили на завтрак, обед, подковник и лужин За смену нужно было принести с реки 50 ведер воды Зимой приходилось запить печень На каждую санитарку приходилось 15-20 печень Дрова пилили сами, пололи тоже Было очень голодно Приходилось делать хвоемый настое Собирать чай, крапиву, вкусни Увращивать алоэ Самый тяжелый был 42-й год Упасало лекарств, перевяточных средств, гипсо Вместо ваку собирали, использовали сухой мох Весной собирали молодые побеги сосен Вместо брусники Осенью кладыши помнят Из-за входа от картофеля готовили дрожжи И сдавали их раненым В безнадорожной школе размещался Специализированный госпиталь Для раненых с аркутацией рук и ног Работа была угнетающей В мои обязанности входило осматривать пульти Готовить их к протезированию Видеть искалечность страдающих, красивых И в чем непровинных юношей Было очень тяжело В сознание врезалась незабываемая боль О тех, кто был полностью слеп И не без идеи помутым Но красиво сделано сложением Аполлона Прошло столько лет Каждый раз, проходя мимо тех зданий госпиталей Память как эхо выбрасывает Свою повторимое страдание И мужество искалеченных воинов Ни один из них в течение всех лет войны А лечились их тысячи И допускали жилов для поражений Все верили и говорили только о победе Работа была адская Врачей было мало Все реклона медсестерой зачитали Работали в остановке 19-ти 20-ти летние девчонки Разгружали раненых из вагонов Калибровали Носилках везли в секлушки Которые везли в госпиталь А туда снова разгружали Носилках поднимали на 2-й, 3-й, 4-й этаж Мы крепились носилками по этажам бегом Так хотелось бы сделать быстрее Облегчить их страдания Работали без роботных Без выходных, без отпусков Всегда хотелось есть Но что удивляет Никто не болел В первую очередь Нам видели потенческие раненые Которые молчат Мы выводили в голову и шелк И он может умереть А кто кричит Тот не умрел Кровкие плечи Болели не в сердце Но мы узнали, что раненых Нужно лечить и возвращать на крово Поэтому сутки Они уходили из госпиталя На получать питание раненых Порганизовали подсобное хозяйство Где работал лист персонал в госпитале Садили капусту, картофель, овощи Гипсовые повязки размачивали И когда раненые спали Мы их стирали, очищали, сушили Кладили и вновь управляли на пенели В те годы не было слова нет Были задачи, и люди их выполняли Начальником госпиталя был Николай Петрович Ковальский Удивительный человек Необыкновенно одаренный хирург За его операции приходило много людей Чтобы увидеть мастерство Он накладывал швы Простой швейной иголкой Но так красиво Как при всякой швея Может наложить шов на ткань Мы, операционные сестры Устанавливали очередь Кому ассистировать у стола Николая Петровича Потому что на его операции Не успевали, а любовались мастерством Кромный, как в театре отдыхали Не лишенный юмора Николай Петрович во время операции Нагасмешуло с приспусками Операционными сестрами очень дорожил Всегда помогал нам как мог Его заботило и наше здоровье И домашние дела Однажды, день 8 марта Он мне и Нонне Самойлову Сделал праздничный подарок Вот он обедный праздник И перелил ампулу крови По 100 миллиметров каждый АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тяжело после этого говорить Но когда бывает у вас слышишь Начинаешь, конечно, сопереживать И того всему Я хочу рассказать, что Во время наших чтений Журналисты читают Это ваша серия практически ежемесячная К нам присоединяются люди Которые по профессии Журналисты Которым тоже интересно Читать вслух Рассказывать Делиться воспоминаниями Я хотела бы пригласить сейчас Одного из читателей библиотеки Блинского Участника библионочи Григория Брагина Который хотел бы Делиться воспоминаниями Своей семьи Я бы хотел рассказать историю моего деда Я бы хотел рассказать историю моего деда Его тоже зовут Григория Приклывал в участие Вот Крафт я покажу Что он сначала выливал 41-го Но потом был тяжело ранен А я ненавеко от нас После того, как он вылечился Он был самый член в школе И, соответственно, не попал в школе И, соответственно, не попал в школе Я не могу рассказать Она относится к этому этапу И, как это стало Развините, она уже получилась После войны Когда в районную газету Того района Дзефетровский район Челябинской области Пришла такая заметка, что он однополчанин, а тем более, что он не считает, вернет к выру. В марте 44-го года мы и шестеро разведчиков из 63-й гвардейской Челябинской добровольческой танковой бригады Прагинга-Гори-Лупички из Дзепетровского района, Рябченко-Николайзе-Ктябрьского района, Никифорах из Челябинска разделились на Таскин, Клименко, Сдона и я ходили в разведку. Мы тогда разделились на две группы. В группе гвардии старшего сержанта Никифорова были Прагин и Рябченко, Моей Таскин, Клименко. За селом Романовка Тернопольского района Тернопольской области в лесу Масили встретили фашистов и вступили в неравный бой. Никифоров был сразу убит. Прагина тяжело ранило. Осколок от вражеского снаряда попал в гвардейский звездочок, который защитил разведчика от верной смерти. Рябченко положил брагину на наш палатку, притащил в село и встал в миссанбар. Сумыш тоже из О-20 фашистов, но силы были неравнены. Я сигнально ракетой выбрал помощь. Нас поддержали автоматчики. Нас уберем из леса и мы вернулись в село на задание по обнаружению противника. В боях за камень и за камень и за подольщи были всталки. При взвобождении в Праге с 3 мая 1945 года полз морковь и фрабры. Пуля оборвала жизнь замечательного разведчика. Прагина не было ни славы третьих стих и дни сердца. Прошло уже 36 лет. Многих одноклаждан возникал и после войны живут в Челябинске, Копейске и в Городах страны. Иван Брагина Григория Лупича из Дмитровского района так и не могу разыскать. Прошу вам, дорогая редакция, напечатайте это письмо. Возможно, откликнем с собой друга для подчаяния. Это не по-другому. Мой отец, в первом году, это предполагает главный письмо. Прочитал это письмо и, соответственно, направил посветание по зиму. С описанием совместного географии деда, но где-то, к сожалению, в том времени уже не было. Кто-то придумал, кто-то мне его письмо. Нет, она еще не сделала. Давайте, давайте. Ты все? Кто-то он по беденскому разведку. Наши черни, Дмитрий Братевич, написал более струбное письмо о тех событиях. Я письмо это читаю. Дорогой Сергей Григорьевич, сегодня получил Ваше письмо. Очень благодарен за то, что Вы ответили мне на мою заметку на Зипетровской районной газете. Я веду переписку со многими однополчанами. Из водоразведки, где служил и воевал Ваш отец, я веду переписку с шестью человеками. Читая книгу Михаила Львова, письмо «Молодость», 74-го года издания, я нашел такой небольшой рассказ, страница 58. Книга, это у меня, вот здесь. Выручил гвардейский значок. Григорий Лукич Бранин, из Индепетровска, района Челябинской области. Колхозник, пехотинец, тяжело ранен, спас значок гвардейский. Теперь он носит исковергенный значок. Гвардейский значок. Ты не только краса и гордость, ты не только украшаешь грудь гвардейца, ты и спасаешь его. Это цитата заметки. Не знаю, дальше я письмо продолжаю. Не знаю, что было написано в газете «Заря» по моей заметке, ибо я ее не считал. В заметке я писал, как в разведке возле села Романовка Ваш отец получил тяжелое ранение в грудь и в ногу. В марте месяца 43-го года, когда был создан Уральский добровольческий танковый корпус, и наша челябинская добровольческая танковая бригада, мы распортировались в Смолино, дачное место за Челябинском. Я был сначала помощником комозвода разведки во время формирования. В возвод разведки прибыл Ваш отец. Как и сейчас помню, на нем был серый костюм, сапоги хромовые. Его определили мотострелковое отдельное подразделение разведки, далее автомат, противогаз и другую амуницию. В Смолино с первых дней формирования мы упорно занимались техникой ведения разведки, захватом языка, ночного поиска, ведения боя, как рукопашного, так и гневыми средствами. 30 мая 43-го года выехали за Москву и Кубинку, где наш Уральский танковый корпус влился в состав 4-й танковой армии. Здесь я подробно не буду читать, здесь вот описываются вот эти вот учения, уже перебыл уже к сути вот этого боя. В марте месяца 44-го года мы двигались на Тернополь и остановились в селе Романовка, 20 километров от города. В этот же день меня и Никифорова вызвали командиру взвода, где он поставил задачу разведать лес и идти до соприкосновения с противником. В лесу я встретился с немцами и был вынужден ступить с ними в бой. Никифоров, Брагин и Рябченко пошли по опушке леса и тоже встретились с немцами. Но когда мы вели бой, все внимание было собращено на ход боя, и Никифоровцы могли выйти на Бугор, левее леса. Вот слева, вот здесь нарисована схема боя. Немцы, по-видимому, подумали, что их атакует артиллерия и открыли огонь из миномета. И в это время, я в это время вел бой в самом лесу. От взрыва снаряда Никифоров гвардии сержант, он из Челябинска, был убит сразу. Брагин ранен в ногу и грудь. Причем осколок попал в гвардейский значок и вошел в тело. Рябченко Николай сам из Октябрьского района Челябинской области остался цело невредим. Рябченко Брагина положил на свою плащ палатку и притащил в село Романовку и сдал медсам взвод. Из-за этого я вашего отца больше не видел. Я дошел до Берлина, потом уже отправился учиться в Горький на политработу. Ну и в общем все, что я хотел рассказать вам о боевых заслугах вашего отца. Вот такая история. Спасибо. Подходим к завершению наше чтение, буквально несколько человек еще остается. И я хочу поблагодарить всех, кто остается сейчас вместе с нами. Я предоставлю слово Алине Султановой, соавтору книги 52 уральца рассказывает о Великой Отечественной войне. Эта книга буквально через несколько дней презентована здесь, на площадке библиотеки Белинского. Некоторые строки из этой книги вы услышите прямо сейчас. Алия, пожалуйста. Спасибо большое. Воронина Анна Афанасьевна, жительница села Жюльтон, Северского района, Сазовской области. Когда началась война, Анне Афанасьевне было всего 18 лет. Она закончила трехмесячные курсы водительские и служила водителем. Водила машину газе, прокладывала телефон на линию. Мы, девчонки, были тогда очень молоды и необычны. Когда нас начинали бомбить, мы начинали прятаться под машины. Наш командир, мы называли его Ласкова, Батя. Ему тогда было 53 года. Нас пытали, что он заставлял бежать в горе, в лес, чтобы не так было опасно. Страх, просто страх заставлял нас делать такие неразумные вещи. Несколько раз я поезжала на аэродром с рацией в машине для поддержания связи с самолетами, выполняющими боевые задания. Как-то мы находились на аэродроме, началась бомбежка. Мы убежали в лес на кладбище, спрятались, всю бомбежку там пролежали. А когда вернулись после отончания бомбежки, поняли, что все наши машины уехали. И наша машина ушла тоже. Мы не знали, что делать. Мы не знали, куда бежать. Сели и заплакали. Куда нам деваться? Уже стемнело. Везде стояли зенитки. Решили, что нам надо бежать в ту сторону, где наше подразделение стояло. Бежим и видим. Что-то близки. Огонек машины. Может быть, это наш Батя. Бежим на этот огонек и видим. Это точно наша машина. Батя нас тоже увидел, остановился и кричит, девчонки, девчонки. Девчонки. У меня в голове нашли осколки. Помню, чтобы я сильно замужала зимой. Помню, что весной мы бегали к речке, разбивали лед и умывались прямо из реки. Лед не толстый был, но все-таки лед. Умывались из этой речки ледяной водой. А в Польше у нас баня была. Заходили по 6-7 человек и быстро-быстро мылись. А летом обливали друг друга. Части, конечно, стеснялись растенцев. Прятались где-то около реки и камнились. Другие условия не было. На фронте было разное. Мою подругу Лиду, вот она, на общей фотографии стоит с веной гимнастерки, отдавали замуж. Вот ее муж с ней рядом на фотографии стоит. Было лето. Букеты разные нарвали. Свадьба была в 1944 году. Но он быстро победил. И она осталась одна. Свадьба была официальная. Для него это было важно. Он говорил, что скоро домой. И надо знать, что она моя жена. Один командир тоже женился. Но свадьбу праздничным не было. Жена его, девочка-связистка, потом оказалась положимой. Он ее домой отправил. Писал ей письма с кровью. Когда война закончилась, было веселье. Безумное веселье. Все обнимались, плакали. Радость такая. День победы. Я не могу описать, как было радостно. Не только мы, но и жители поляки тоже прибежали в часть, тоже обнимались, тоже говорили спасибо. Я не могу передать эту радость. Но помню, что одна из шарных пуль попала в одного солдата во время веселья. Пряга 9 мая 1945 года. Никто не знает, чья это пряга была. Может и даже и своя. Спасибо. 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 Я бы сейчас хотела предоставить слово блогеру Марине Козлачковой, для того, чтобы она тоже поделилась теми строками, которые готовы для этого вечера. Небольшой отрывок из книги Свердловского пехотного училища. Письмо от 20 августа 43-го года. Здравствуйте, дорогие, милые, мама, папа и Жоринка. Вот уже 5 дней я лежу в госпитале в городе Барнаул. Идет мне на знакомые места. И вот только сегодня нашел листок бумаги на 52-й сентябрь. С бумагой дело плохо, иначе ты и письма следовательно не найдешь. Надо быть кратким, бумаги мало для подробностей. Дела ничего, черепок почти зажил. Очень много читаю. Госпиталь в бывшем доме отдыха на берегу реки О. Кстати, у меня понижен слух, когда говорят тихо, не слышу. Значительно хуже дела насчет документов и оформирования. Ни того ни другого. Документ, что я командир, это полбеды. Но партийный билет не знаю, что и делать. Жалко, что меня уперли так далеко, не могли в своем носе свести. Жоринка, пока дойдет это письмо, уже будет ходить сынок класса. Мужской средней школы. Сердечно поздравляю. Учи топографию. Командир ее должен крепко знать. Учи сделать короткие и стремительные перебежки. На земле не залежилось. Я вот пролежала лишнюю секунду. Расколот от меня, челепок поглядел. А то бы сейчас в Харькове был чертовский жилье. Ну, милая, желаю вам плодотворной работы, обрадую учебу. Целую, ваш сын и брат Марк, Марк Соловьев. Письмо от 21 ноября, 43-го. Здравствуйте, дорогие. Папа, мама и Жоринка. Вчера получил заказное письмо от Жори. Ты у меня, братишка, комс, вот и сам я. Папа, Жорин пишет, что мама плачет. Но я возьму на работу. И так загрузи, чтобы некогда было и слезы вытесить. Если ты, мама, будешь плакать, то можешь ослепнуть. Честное слово, такая перспектива. Меня не радует. Писер у меня на Алла Цырню пишет. Я уезжаю на фронт. Замечательно, что я успел получить переводы. Я купил полкилограмма масла, 180 рублей. Бомбуханки, хлеба, 100 рублей. В общем, деньги пришли годами. Очень рад, что наконец еду. Надеюсь, участвовать в зиме наступление. И так, родные, я опять долго от вас не буду получать письма. Это стерва. Но ничего. После победы встретимся, тогда мы проведем. Ну, больше и писать нечего. Напишу еще здоровье. Ну, милые, будьте здоровы. Работайте так, чтобы оправдать высокую оценку товарища Старина. Еще несколько месяцев напряженной борьбы и фашизм будет уничтожен. Ваш молодец. Последнее письмо он написал нам в миларе 44-го года. Добрый день, дорогие мамы, папы и жертвы. Надеюсь, вы получили мое первое письмо от цены. Сегодня достал бумажки и спешу написать второе. Завтра первый день Рождества Христова. С чем вас это подорогает? Я теперь признаю милицию за исключением постов. В деревне ходят самогон к празднику. Каледовать ходят. Это неплохо. Ну, я заболтался на пустяках. Живу хорошо, только скучноватая зелья. Все еще нет гордого облица. Надеюсь, что дома все в порядке. Жоринка по-прежнему отличная. Завод работает хорошо. И мама не плачет. Так ведь не плакать ни с чего. Поздравляю с зимой выступлением в наших поисках. Извините, что неразборчиво пишу. Спешу. Ваш сын, брат, Маркс, Алфеон. После этого ни одного письма больше не было. Не было писано до середины мая. Мама снова писала, куда только она была. В середине мая пришла похоронка. Что мы тогда испытали, что пережили, это нельзя передать словами. Самое страшное ощущение неправильности случившегося. Хоть кричи, хоть плачь, хоть бейся головой о стенах, ничего не извините. Когда мы получили похоронку, отец был в коммунировке в Москве. Телефонной связи тогда не было такой, чтобы сразу позвонить. Прошли целые две недели, пока он появился. Прекрасно помнил. Наверное, воскресенье, потому что и мама, и я, мама, были дома, работали на огороде. Я увидел папу. И побежал к маме, говорю, папа, приеду. Папа сразу все понял, увидев нашим сын. Сразу понял, он упал на кровать, и так лежал тоже. Друзья, завершаю все ваше чтение. Это площадка, в которой мы читаем письма Победы. Сейчас хочу пригласить еще одного савтора книги «52 уральца рассказывает о Великой Отечественной войне» с главным штабом. Пожалуйста, спасибо. Друзья, завершая книга «53 уральца рассказывает о Великой Отечественной войне» с главным штабом. У меня среди группы в тылу проказа бросают. На самолете увезут, мы с парашютом прыгнем где-нибудь в лесу. И мужчины идут искать немецкие орудия, танки, выясняют парашюты немецких частей. А я на точке сижу, жду. Кто-нибудь один из же свет группы возвращается, дает мне координаты. И я по радио передаю их в штаб армии. Там на карте отвечают и дают приказ дармить то место. Немцы нас развешивали. Насекли самолет и сразу выцелают целый взвод с собаками. Бывало, мы по полдня в болоте прятались. Самое это было для нас спасение. За готику держишься, с другой волосы закрываешь и дышишь в воду. Собаки тогда отмечают. Потом выйдешь из этой грязи и еще три-пять по лесам. К немцам в тылу. Нас человек кофигнат заликает, а обратно девять в десять возвращается. Кого захвутили, кто на минуту в лаву. Вернемся к своим. Родненькие, дайте помыться. И для нас баню сделают. Бочки водой на длину, под ними кассирок разложат. Сверху шатерочка, сплачка лавы. Было как-то я три месяца не вылез. Но тряпку ловко не потерялась. Самое страшное, это ребятам глаза забывать. Вот идет ухода в бой. Огонь, дым, три, трех, стол вокруг. А потом все перемешивают. Кто без рук, кто без стол. Я в угольке сижу, связь со штабом дышу по рации, чтобы огонь корректировать. Где же я наступив, подползу к солдатику в баллон. Родная, пожалей, хоть потянуй перед смертью. Убитых общего не одевали. Женейку вместо гроба заворачивали. Я шапку, у меня лицо всегда было. Страшно было смотреть, как земля прямо в глаза степится. Мальчики мои розы. Сколько вас я сохранила, сама выжила. Перегляйте у меня, радисты. Сами подкуршни для меня перекли. Если закончить ее воспоминание, я хотела бы фразой, которую она говорила сейчас, в прошествии этих лет. Если я слышу, то что кто-то говорит про нашу Родину плохо, всегда дергивает. А что ты-то сделал для Родины, чтобы ее критиковать? Родину я люблю беспредельно. Мы ее оберегали, мы за нее тысячи жизней пережили. Какая бы она ни была, это наша русская земля. Презентация книги «52 уральца. Рассказывает о Великой Отечественной войне» состоится здесь, в библиотеке Белинского. Смотрите за информацией на сайте Белинки. А сейчас мы завершаем наше чтение, работу нашей площадки. Денис Каменщиков, журналист ТАСС, сейчас прочитает последний отрывок. Здравствуйте. В 1973 году в свет вышел вот такой арбом «Художники города фронта». Это воспоминания, дневники тех художников, которые работали так или иначе в блокадном Ленинграде, на Волховском и на Ленинградском фронтах. То есть были, натурально были командировки, когда художник выезжал в партизанский отряд и там делал портреты тех, кто на переднем крае воюет. Это воспоминания Иосифа Александровича Серебриного. Он родился в 1907 году, умер в 1979. Профессор Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, народный художник СССР, один из арбюризаторов музея Вороны Ленинграда. Но это все, естественно, гораздо позже, а вот в 41-м, в возрасте 34-х лет, он как раз в один из партизанских отрядов был командирован и работал в блокадном Ленинграде, мастерская. Вместе с другим художником они ее делили, Владимиром Александровичем Серовым, тоже будущим народным художником Советского Союза. С фронта, с передовой, который был очень близко, иногда на расстоянии нескольких трамвайных остановок, по приказу снимали бойцов-героев и к ним командировали в мастерскую, где они позировали. И вот один из них в январе 43-го года к ним пришел Тихон Михайлович Ширинский, снайпер, вот это его портрет, того самого 43-го года. Он пришел и своего раздражения не скрывал, пишет Серебряный, ворвался в мастерскую со словами «Вы сорвали мне охоту». То есть он сидел уже, выследил фрица, но ему сказали, иди, давай там, будешь портрет. Вот, в общем, он им позировал два дня, и когда начинались артобстрелы, говорил там, типа, мужики, ну давайте там, вон, бомбоубежище. Они говорят, так мы не пойдем, потому что мы не успеем, иначе ничего нарисовать. Дни зимние короткие, поэтому давай сиди, мы никого не боимся. И вот он настолько про Никса, Серебряный вспоминает, и пишет, что Тихон Михайлович, понимающий, кивнул, посидел молча и сказал, ну раз так, то с сегодняшнего дня я за этот обстрел открываю счет на ваши имена, на вас и на Серова, буду бить фрицев за себя и за вас. Портрет закончили, выставили его потом в Москве, снайпер уехал, и через пару дней буквально получили художники письмо. Здравствуйте, Иосиф Александрович Серебряный, посылаю вам свое товарищеское почтение и желаю вам хорошо работать на своем производстве. Я вам сообщаю, что прибыл 15 числа в свое подразделение утром в 2 часа и уже в 10 часов уничтожил 4 фашистов за вас. Доехал я хорошо на машине, продуктами меня снабдили, курить дали махорки по 50 грамм. Иосиф Александрович, я хотел и вам послать махорки со своим лейтенантом, он должен поехать, но чего-то маринуется. Но все-таки я вам пошлю махорки, ожидайте. Большая вам благодарность за ваши хорошие отношения. Я вас прошу, чтобы вы прислали ответ. А если вам придется выехать на передний край, посмотрите, как мы живем. Пока, до свидания. 15 января 1943 года. Еще через 2 дня пришло письмо, где счет фашистов увеличился еще на 12 человек, по 6 на серовую и серебряную. Еще одно финальное, видимо, все-таки выступление Евгения Минулина, журналист телевизионного агентства «Урала». Евгений, пожалуйста. Впервые об этих письмах я узнал 6 лет назад, побывав в Волгограде. Ну, там, конечно же, Мамаев курган, конечно же, Родина-мать, конечно же, панорама. Но в здании ЦУМа, в подвале есть музей, музей Ставки Паулюса, фельдмаршала Паулюса, который, собственно, был взят в котел, его армия была взята в Волгограде. И в этом музее нет экскурсоводов, в этом музее нет аудиогидов, туда приходишь и понимаешь все сам. Я не знаю, существует ли сейчас этот музей, сейчас принято смотреть на вещи с одной стороны, а все-таки они объемнее выглядят, когда на них смотришь с разных сторон. И я хотел бы прочитать письмо. Это письмо победы, точнее, письмо побежденного. Ты свидетель, что я всегда этому противился. Боялся ехать на восток и вообще боялся войны. Я ведь так и не стал солдатом, только форму ношу. Ну и что я получил в итоге? А что другие получили, кто ничему не противился и не боялся ничего? Что мы все получили? Мы статисты воплощенного безумия. Что нам от этой геройской смерти? Я раз в 20 на сцене изображал смерть, а вы сидели в плюшевых креслах, и моя игра казалась вам правдивой. И теперь очень страшно осознавать, как мало общего имела эта игра с реальной смертью. Смерть всегда изображают героической, восхищающей, захватывающей, совершающейся во имя убеждения или великого тела. А как же выглядит реальность? Люди подыхают от голода, лютого холода. Смерть здесь просто биологический факт, как еда и питье. Они мрут, как мухи, и никто не заботится о них, никто их не хоронит. Без рук, без ног, без глаз, с развороченными животами они валяются повсюду. Об этом надо сделать фильм, чтобы навсегда уничтожить легенду о прекрасной смерти. Эти письма были доставлены за две недели до того, как пала эта фашистская армия в Сталинграде. Эти письма были доставлены в Германию, но они никогда не попали к своим адресантам. И книга с ними потом не вышла, потому что до конца войны было еще полтора года. И Геббельсу, конечно же, не нужны были эти строки. Они не нужны были, чтобы люди в Германии читали эти письма. Но теперь мы имеем возможность почитать вот эти письма. Это была площадка «Живолисты читают письма Победы». Спасибо большое за то, что вы были с нами. Нас можно найти в Фейсбуке, наша группа так и называется «Живолисты читают». Присоединяйтесь, пожалуйста, к нам. 23 мая он будем отмечать день рождения Пруцкого в Читай и Китюринбург. Будет еще много интересных проектов. А сейчас передаю слово музыкантам, которые сами представят свой проект и продолжат. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нам.